Севастополь 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 Благодаря этой работе появился вот такой электронный ресурс, электронная книга, достойные подражания. Но глубоко исследовываю эти материалы. Олег Михайлович очень много работал в архивах. Мы пришли к тому, что 7 ноября это как раз день, когда по официальной версии произошел подвиг пяти героев-черноморцев. Более подробно изучая эту информацию, мы нашли множество публикаций, книг, которые много раз переиздавались о том, что многие авторы стоят под сомнение. А был ли вообще подвиг? А были ли такие люди? И конечно мы заинтересовались этой темой и дальше продолжили работу и в архивах, работу с немецкими архивами в том числе, работу с ветеранами, мемуарами. И конечно мы посчитали, что мы должны сказать под названием, что существует слово «право на подвиг», достойный подражания. И вот данный именно сюжет лег в основу этого фильма документально. Анжелика, я знаю, что вы работали над сценарием. Вот расскажите, какие были трудности в его написании? И вы, как автор многих документальных фильмов по истории города, скажите, как вам работалось над этим проектом? Действительно, работа была сложной. Во-первых, в том плане, что это немножко не то направление, в котором я веду научно-исследовательскую работу свою. Я занимаюсь историей дореволюционного Севастополя, выявлением новых забытых имен, адмиралов, тоже патриотика. Но здесь я не могла отказаться от того, чтобы поработать в этой команде. Почему? Потому что это очень нужное дело для Севастополя и вообще для России. Сохранение традиций, передача то, что передали нам наши отцы и деды, мы передадим нашим детям, а наши дети внукам. Это очень важно, вот эта преемственность поколений. Ну и плюс, я думаю, сыграло то, что ставили под сомнение подвига пяти черноморцев, ему это действительно было обидно. Ставились под сомнение, особенно в последние десятилетия, не только подвиги пяти черноморцев, а различные подвиги и вообще саму Великую Отечественную войну, что кощунственно. Поэтому, ну трудность была не в этом. Трудность была в том, чтобы вот в этот небольшой формат фильма вложить те основные моменты, вопросы, провести то расследование, на которое оппоненты, мы в общем так вот с Игорем Андреевичем, скопом всех лжеисториков и лжевоенных, которые писали, фальсифицировали факты, мы их в фильме называем оппоненты или лжеисторики, потому что мы не хотим пиарить тех людей, которые извращают и фальсифицируют факты из-за своей корысти. Потому что изучая документы, мы поняли, что просто писались диссертации, выигрывались гранты, получались иностранные гранты, на эти деньги писались вот такие не очень правдивые, честные книги. Трудность, вот я уже сказала, что была в том, чтобы соблюсти формат фильма, потому что снимая документалистику, я поняла, что фильм не должен быть затянут, это должен быть очень динамичным, потому что для молодого поколения очень важна вот эта визуализация. Если молодые люди мало читают книг или только в интернете, то за чашкой чая или проходя мимо, или в интернете, найдя этот фильм, тем более с таким названием «Право на подвиг», может быть, заинтересуются и посмотрят. И тогда их привлекут спецэффекты, которые там были, подача материала. Мы старались, у нас в группе работала молодежь, и мы старались это преподать с той точки зрения, чтобы было интересно зрителю любого возраста. Ну и по итогу вы довольны результатом? Все ли получилось? Ну, как авторы мы всегда недовольны, нам всегда хочется что-то улучшить. Но об этом все-таки скажет зритель, что понравился ли фильм. Ну, на первом, на премьере фильма многие благодарили, ветераны очень тепло отзывались, говорили, что это очень нужное дело, спасибо большое. Вот какой самый теплый отзыв вы можете вспомнить? Была ли какая-то фраза, которая вас особенно тронула? Один из ветеранов сказал, что раньше в Советском Союзе была хорошая традиция. Перед каждым киносеансом показывали журнал. Вот этот бы фильм перед каждым киносеансом, в каждом кинотеатре следовало бы показывать. Такое мнение было ветеранам. А я запомнила на показе, что встал, по-моему, Черноусов, но не буду говорить точно тоже из людей такого преклонного возраста. Он сказал, Игорь Андреевич, вы уже этим фильмом совершили подвиг. То есть это больше похвалы и не нужно. Многие говорили теплые слова, ветераны даже чуть ли не до слез прослезились. Но мне что было очень трудно еще. У нас же были эксперты, ветераны, люди, которые поисковики, они так грамотно, так говорили по делу, по сути, отвечая на вот эти провокационные вопросы, что нам нужно было их просто резать. У меня рука дрожала, но тут уже режиссер там брал на себя участь. То есть вот тяжело мне было убирать вот эту речь, но я понимаю, что тогда фильм бы не состоялся. То есть надо конкретно где-то четко подмечать и ставить нужного человека, нужного эксперта. Вы знаете, в любом случае такая реакция зрителей, такие теплые отзывы – это лучшая оценка для фильма такого формата. Я не могу не спросить, кто работал над сбором материала для фильма, основные моменты, которые вы в нем подчеркнули. Почему именно на них вы решили сделать акценты? Ну, конечно, была создана научная группа, это группа профессорско-преподавательского состава. Анжелика Артуровна активно участвовала в этой работе. Конечно, я уже сказал, что работали с архивами, мемуарами, с ветеранами. Почему акценты были именно расставлены на определенные вопросы? Именно эти вопросы ставились нашими оппонентами в своих публикациях. Первый вопрос, почему подвиг надо было совершить именно 7 ноября, в день, в канун Великой Октябрьской Социалистической Революции. Второй вопрос, если Манштейн говорит, что танков не было, то кого же там взрывали все-таки морские пехотинцы? И почему они ложились по танке, которых не существовало? Третий вопрос, что таких людей вообще не существует. Листая книги памяти по многим регионам, мы находим многих однофамильцев, и они считают, что эти фамилии вообще выдуманы. Да, с какой-то вероятностью они относят то, что Фильченко был, а всех остальных, в общем-то, придумали наши политработники. Ну и один из вопросов, то, что нестыковка происходит, сюжет в газете появился только тогда, когда, в общем-то, пало керченское направление, и необходимо, нужно было поднять боевой дух севастопольцев для его защиты. Такое мнение было, потому что статья, невзирая на то, что статьи были до этого, и мы это проследили гораздо раньше, начиная с октября месяца, с декабря месяца уже статьи появлялись, в «Красной звезде» самого генерала-майора Петрова, и дальше в газете «Правда», и после, конечно, газеты «Правда» в конце 42-го года выходит роман, «Духотворенные люди» Платонова, ну и вот там, конечно, есть художественная окраска данного подвига, на что они обращают особое внимание. Ну, а это литературное произведение. Я всегда привожу пример, что мы же не обсуждаем Льва Николаевича Толстого и его «Войну и мир». Литературное произведение имел свой пафос, имел апоэтизированность образов, это все понятно. Ну вот я специально принесла книгу из фонда в библиотеке имени Льва Николаевича Толстого, если можно вот так даже поближе ее показать. Это «Героическая оборона Севастополя» 1941-1942 годов. Вот эта книга, это сборник документов и материалов. И эта книга издания 1946 года, то есть тут еще придумать, фальсифицировать, извратить ничего не могли. И здесь статья публикуется в полном объеме. Статья «Красный Крым» 4 декабря 1941 года. Уже говорится об этом подвиге. И в этой же книге очень много различных листовок, можно прочитать, которые обращают внимание именно на патриотический дух, на подъем. Но как без этого? Шла война. Людей нужно было как-то мотивировать. Они все-таки защищали свою родину. Это понятно. Но вот так вот все извратить, что вот все в наше время, ну что вообще ничего не было и подвига не было, но это нам нужно какой-то совести нужно не иметь просто. А ну хорошо, а кто кроме вас принимал участие еще в создании фильма? Были какие-то эксперты? Да. Скажите про Галкина, Виктор Потапов, да, полковник? Да, это ветераны, бывшие военнослужащие Черноморского флота и береговых войск. Это и генерал-майор Кочешков Анатолий Николаевич, который был начальником береговых войск Черноморского флота. Это и руководитель организации «Патриот», полковник Потапов. Ну и многие другие ветераны. Действительно, очень профессионально вы подошли к этому вопросу. Профессионально, и я хотела бы сказать об Илье Галкине. Это поисковик, который с нашей съемочной группой выезжал на место, и они заново вели поиск места, именно где происходил бой. Они по шагам вымеряли, и вот эту дорогу показывают, там очень хорошие съемки, ребята постарались, сделали все. И по карте, в схеме, которую оставил участник этих боев, Шипаев, они вот прямо определили место, даже примерно, где стояли пулеметчики, где, как могли идти танки, вот все до мелочей. И это очень важно, потому что я как исследователь, когда исследую какую-то тему, если нахожу очень интересный факт или нужный для этого момента факт, я очень радуюсь. Вот так, когда приехала съемочная группа, они попросили меня отсмотреть материал, который они отсняли, они были такие довольные, они улыбались и говорили, мы точно нашли место, мы определили его, вот здесь, вот Илья Галкин вот четко помог, но он же это прошел, они там и много поисковых операций, работ проводили. То есть вот ребята были очень довольны. Сразу просто скажу спасибо, да, можно этим, или кто с нами работал еще. Это Варлагин Вячеслав Валерьевич, это Третьяков Павел, это Денис Исаев, это Юрий Еремеев. Вот ребята очень достойные, ребята работали еще молодые с нами, которые привнесли вот что-то свое именно в монтаж фильма, вот Павел Третьяков, у него свой взгляд, и иногда мы с ним спорили, но в то же время взгляд молодости тоже помогал в процессе. Ну и последний вопрос, какие планы на будущее? Будет ли продолжение фильма? Будете ли вы снимать снова фильмы на патриотическую тематику? Мы продолжаем создавать туристические продукты, и одним из направлений, мы давно этим занимаемся, это направление партизанского движения, 1942 год, это Крымская хатынь, мы назвали это проект, проект селу Лаки. Ровно за год и один день произошло это событие, и, конечно, дальше мы собираемся об этом снять фильм. Ну что ж, спасибо вам большое, что не даете забыть нам нашу историю и действительно наших героев. Благодарим вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое. Напомним, у нас в гостях были создатели фильма «Право на подвиг» Игорь Шевчук и Анжелика Офисенко. Это была программа «В контексте». Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова